Привет! Те, кто родились в конце 90-х и в начале нулевых, сталкивались со множеством проблем, с которыми современные подростки не знакомы. Сейчас все гораздо проще и доступнее, чем раньше. Давайте вспомним некоторые проблемы, которые приходилось решать отцам нынешнего поколения. В то время процветали так называемые компьютерные игровые клубы. Это было в диковинку, и мальчишки приходили компаниями погонять в Counter-Strike. За каждый час приходилось платить деньги, и немалые по тем меркам. Потому что тогда еще у большинства детей не было компьютеров, а поиграть жуть как хотелось. Сам помню, ходил в такой клуб под названием Cash. Лайк, если приходил тоже в такой клуб. А те, кому все-таки покупали вожделенный компьютер, видели вот это. Громадный и неудобный монитор с расширением 640 на 480, или в лучшем случае 800 на 600 пикселей. Это ужас по сравнению с сегодняшним стандартом 1920 на 1080 Full HD. И это большая коробка под названием системный блок, которая шумела как самолет, и имела начинку, состоящую из какого-нибудь Pentium II с 64 мегабайтами оперативки, видеокартой S3 Tril с 1 мегабайтом памяти, или Voodoo 2, например, как у меня было, 4 мегабайта памяти, и жесткий диск 2.4 гигабайта. Вот такой зверь, а не компьютер был. Операционная система стояла в то время в Windows 98 в основном. Она была очень популярна. Которая сравнима с сегодняшней Windows 10 выглядит и работает просто ужасно. Софт был вот такой на винде. Проигрыватель музыки, например, выглядел так, смотрите. А браузер вот так вот выглядел. А вот графический редактор. И, наконец, игры, из которых, конечно же, большинство не запускались, или запускались, но с жуткими тормозами. А также в придачу отсутствия драйверов, синие экраны, зависания и множество других проблем. Теперь перейдем к интернету. Чтобы подключить интернет, приходилось покупать карты оплаты с определенным количеством времени на них. Да-да, раньше считалось время, а не объем трафика, как сейчас. Скорость была просто ужасная. Всего пизо 4 кбит в секунду. А если еще и линия плохая, то вообще падала до 20-30 кбит в секунду. Страница браузера прогружалась около 20 секунд. Вы уже, наверное, догадались, что скачать даже один музыкальный трек было просто нереально. Музыка и фильмы хранились на компакт-дисках. Нужно было пойти в магазин, купить диск. А еще, если нужного нет, то заказать у продавца и ждать несколько дней, пока привезут вожделенный диск. Хранить компакт-диски с музыкой, например, в машине, было очень неудобно. И тем более искать среди кучи дисков, да еще и неподписанных. Дома, иной раз помню, чтобы посмотреть фильм, приходилось перелопатить кучу нон-нейм дисков и, наконец, найти тот самый с нужным фильмом. Благодаря прогрессу, сегодня все намного проще. И слава богу, что сегодняшним детям не нужно сталкиваться с такими проблемами. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Биззар ТВ. И увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok